всем доброго дня сегодня тема у нас кто такой отельный гид но немножко отступлением когда вы первый раз едете отдыхать чаще всего задаетесь вопросом будет ли кто-то в отеле кто вам будет помогать по каким-то вопросам или будет знать русский язык да конечно мы отвечаем у вас будет отельный гид кто он такой коротко это представитель от туристического оператора принимающих компании в этой стране где вы отдыхаете который является так сказать нашей правой рукой и по сути должен всегда быть как палочка выручалочки помогать вам но и бывает иногда бракованные гиды я их так называю пусть не обижаются коллеги но в этом году я убедилась в этом неоднократно практически с каждым моим вторым туристам были какие-то ситуации связаны именно с отельными гидами и я хочу вас немножко проинформировать дабы вы были защищены и каких-то махинаций со стороны отельных гидов для чего же нужен отельный гид в первый же день на ресепшене вам дают информацию что у вас будет состояться встреча с отельным гидом в тот же день или на следующий день или просто дают номер телефона гида когда он бывает в отеле что по каким-либо вопросам помогать вам для чего же нужен он рассказывает про особенности курорта про какие-либо услуги в отеле которые вы можете пользоваться платно или безоплатно также куда можно поехать отдыхать какие бывают ситуации нюансы чтобы вы это все учли и обязательным его условием есть для чего все таки он находится информировать вас об обратном трансфере как это происходит и оповещать об изменениях каких-либо полетных данных также он предоставляет такую скажем бонус услугу как выбор вами экскурсии выбор экскурсии чтобы вы понимали абсолютно добровольная функция ни один отельный гид не имеет права заставлять вас покупать какие-то услуги если вы этого не желаете но есть такие скажем бракованные гиды которые немножко пользуются своими возможностями и начинает перегибать палку вот расскажу пару примеров который буквально недавно случилось с моими туристами чтобы вы понимали что такого быть не может итак одним из моих туристов отельный гид прям заставлял покупать экскурсии сказав что если они этого не сделают он не зарегистрирует их на обратный рейс хотя какое имеет отношение отельный гид регистрации на рейс я не понимаю одним из пожилых пар он сообщил моим туристам что он их внесет в черный список и если они посмеют выйти из отеля не купив у него тур их может даже забрать полиции или оштрафовать или у них попросту не будет работать медицинская страховка если они поедут не от него такого тоже быть не может он не может вносить никакие вас списки черные тем более манипулировать такими вещами одних из ситуаций была неприемлемая когда гид сказал моим туристам что вы попросту полетите в разных самолетах если вы не приобретете у меня экскурсию одним он даже не сказал время обратного трансфера и бедные девочки просто целый вечер ожидали сами трансфер так как не знали об изменениях когда они обратились ко мне мы не могли связаться ни с гидом он не отвечал ни на звонки не на телефонные сообщения потому что он отключил специально номер дабы якобы им отомстить вот эти хамские манеры которые некоторые себе позволяют это неприемлемо и вы должны понимать что в их обязанности входит в первую очередь информировать вас и помогать с вашим отдыхом но ни в коем случае насильно не заставлять делать то что вам не нравится и если такая ситуация произошла или по каким-либо причинам вы все-таки повелись по своей наивности или вы пожалели гида и купили у него экскурсию но передумали ехать вы не хотите вы можете потребовать возврат денежных средств есть некоторые негласные правила как отказа 48 часов или предупредить заранее что вы не хотите ехать но если все-таки гид говорит что это невозможно и стопроцентный штраф вы можете воспользоваться своим правом и вызвать туристическую полицию где с ним разберутся сделать ему замечание вернут ваши деньги что и было с нашими туристами буквально три дня назад также вы должны понимать что если гид нарушил какие-то обязательства и не сообщил вам об обратном трансфере и вы вовремя не забрали вас из отеля или не сказал что перенесли к примеру ваш вылет он нарушил какие-то договорные обязательства но это совсем уже другая история поэтому я вам желаю быть очень внимательными не вестись на провокации дружить со своим туристическим агентом в каких-то ситуациях сразу сообщать и пусть в вашей жизни бракованных гидов никогда не будет и